Сегодня в Омском областном суде вынесли приговор Василию Костяку. Летом прошлого года жажда интимной близости толкнула его на двойное убийство. По горячим следам преступление раскрыли, а Костюка задержали. Как выяснили следователи, неконтролируемое желание у мужчины спровоцировали наркотики. Правда, его порыв никто не разделил. Судьбу Костюка решили присяжные, почему расскажет Юля Воробьева. Он встал и около двух недель. У него встал не очень хорошо, просто у него был такой характер. Он встал был спокойный, он как бы в дракон никогда не лез, поэтому не заступился. О гибели брата Валентина Зуева узнала от полицейских. Сообщили, тело Николая нашли на пустыре с множественными ножевыми ранениями. Предполагаемого убийцу задержали. Свидетелями преступления стали пять человек, все друзья погибшего. Они описали незнакомца, с которым Николай в тот вечер подрался. Сыщики восстановили события. Николай заступился за свою знакомую, который приставал, пьяный мужчина. Позже его личность установят. Ранее судимый 22-летний Василий Костюк. Он меня, короче, толкнул сюда. Я его за эту взял, короче, и промазал ножом в палец себе. Он меня, короче, за собой тянет и рвет мне эту толстовку. Я на него падаю и начинаю его ножом тыкать. На теле Николая эксперты насчитают не менее 50 ножевых ранений. Костюка задержали по подозрению в убийстве Николая. На допросе он признается – зарезал еще одного человека. От рук Костюка пострадала сожительница его знакомого. Как установило следствие, перед тем, как отправиться в гости к женщине, Костюк употребил 20 таблеток психотропного вещества и все это запил алкоголем. Набравшись храбрости, он стал приставать к женщине. Я ей задал вопрос, что хочу идти на связи с тобой. Все растянул ей в лусту. Она говорит, что я болею. Я говорю, что ничего страшного. Я ей не верю в это. Вооружившись ножом, Костюк еще раз предложил интим женщине. Та была непреклонна. Я подошел к ней, взял, взял, взял нож в горло. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, Костюк накрыл тело покрывалом и поджег. На проверке показаний 11 месяцев назад Костюк во всем признался и даже показал, где спрятал нож. Однако сегодня в суде от своих слов он отказался. Заявил, что никого не убивал. Заявил о том, что в случае первого убийства на месте преступления он отсутствовал. А в случае второго убийства он просто лишь подрался с погибшим. После этого ушел. А кто совершил убийство, ему неизвестно. Суд прошел за закрытыми дверями с участием присяжных. На этом настоял Костюк. Он попытался убедить непрофессиональных заседателей, что за решеткой оказался случайно. В итоге 12 присяжных единогласно вынесли вердикт – виновен. За двойное убийство с особой жестокостью Костюку грозило до пожизненного лишения свободы. Сторона гособвинения просила назначить ему 22 года колонии. И приговор был близок к этому. Костюку Василию Васильевичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 21 год. Также Костюку предстоит выплатить моральной вред сестре погибшего. Сумма – полмиллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.